Доброе утро! Сегодняшний день в календаре отмечен как Всемирный день информации. Надеюсь, что следующие информации позволят вам, если не завладеть всем миром, то удачно спланировать свой досуг, а это уже немало. Сегодня в Казани свой концерт даст Стас Михайлов. Новой программой певца «Я открою свое сердце» порадует зрителей как старыми хитами, так и абсолютно новыми песнями. Завтра день оценщика в России и день морской пехоты. В этот день на одной из концертных площадок выступит дуэт имени Чехова «Комедиклаб». В четверг в одном из ночных клубов появится группа «Самати». В этот же день поклонники творчества Константина Никольского смогут увидеть и услышать легенду отечественной рок-музыки. Во время выступления он не только исполнит знакомые всем хиты, но и пообщается с публикой. В четверг еще и день кинопремьер. Во всех кинотеатрах страны появится криминальный боевик «Бригада наследник». Фильм является идейным продолжением жизни героев телесериала «Бригада». Однако акцент смещен в историю сына Александра Белова – Ивана. Это кино о современной России и новом поколении, которое, узнав правду о нечистом бизнесе родителей, не идет по их стопам, а выбирает иной путь, на котором большей ценностью является честь, любовь и родина. Еще одна новая отечественная картина – на этот раз комедия «Джунгли» – порадует поклонников Сергея Светлакова и Веры Брежневой. По сценарию они играют пару, в семейной жизни которой наступает кризис. Для того, чтобы спасти брак, супруги решают отправиться подальше от цивилизации и попадают на остров, населенный племенем воинствующих туземцев. Наталья Водянова, мать троих детей, несмотря на успешную карьеру модели и благотворительную деятельность, вновь снялась в кино. На этот раз мы увидим ее в исторической драме «Влюбленные», снятой по роману «Любовь властелина» Альбера Коэна. Партнером модели по фильму стал небезызвестный ирландский актер Джонатан Рис Майерс. Это было лишь краткий анонс наиболее интересных событий. Желаю вам хорошего настроения и отличных новостей. До встречи!